итак чуваки всем заросами тьму ходом и но сегодня у нас тест-драйв на mercedes-benz g500 гелендваген блин ждали по-любому наконец-то типа дождались там все я же говорил что не буду делать но все-таки решил поскольку этот максим топорков или надеюсь я правильно прочитал твой ник поэтому в общем будем делать тест-драйв и он подгнал этот mb на тестик короче погнали чуваки давайте по внешности сразу оценим только давайте ребят без дизлайков и без отписок сейчас будет жестко дизайн просто обрубан никакого дизайна сзади у нас нет не багажник а именно дверь именно огромная дверь ладно давайте сбоку посмотрим он просто сарай ребят я понимаю у людей типа есть вкусно этот елик популярная тачка сарай вот это что такое на крыше это спойлер че издевайтесь это g500 это не ям g какой-то поехали дальше кенгурятник кенгурятник на эту машину вообще не свистит вообще ни в какой степени диски это чё за диски это не brabus это не mg это короче проехали ладно люк но хоть люк здесь есть но в принципе понятно давайте посмотрим подкапотное пространство под капотом в принципе вроде все нормально под капотом большой двигатель опять опять же закрыт пластмасской ребят я понимаю вы многие считаете эту машину легендарной он справа стоит серо-зеленая бестия это намного легендарней просторно просторно конечно же просторно спорить не будем погнали закрываем багажник и погнали ребята государственная его стоимость составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей в чё охерели вы серьезно за вот этот вот сарай ладно давайте не бомбить и вот он просто парусный у него огромная парусность перевернуть его это просто воу воу это просто два неловких движения и елендваген на боку так же как и в жизни окей давайте пройдемся по историческим характеристикам вот еще один смотрите многие его покупать на нашем сервере и ставят номера типа зол бор хам и думает что это круто ребят и думает сейчас секундочку объясню и думаю что это мой мы блатные там и на гелендвагенах 90 на гелендвагенах ездили только крутые шишки ребят вот кто смотрел там бандитские фильмы там или у родителей своих поспрашивайте кто был тогда в 90-х крутым вот еще один поехал сколько их просто трындец вы спросите у своих родителей много крутых людей ездили на гелендвагенах и вам ответят крутые люди ездили на мерседесах шестисотых она не а за ними ездили вот такие вот гелендваген и у них ездили бычары тупо охрана потому что в нем комфорта нет в нем управляемости нет в нем скорости нет в нем дизайна нет на нем никогда не ездили вот такие вот типа крутые люди после конечно же начали ездить там когда им джишные стали это ребят на них ездит вы можете вот если вы живете в москве в питере в минске или в киеве может подъехать вот такой гелендваген и оттуда вылезет 20-летний дрыщ просто типа мажор ребят и вы это прекрасно понимаете не ездят уже бандиты на таких машинах если если окей давайте представим что ездит да и все это знают почему же эти машины не останавливают на каждом посту гаи и не проводят досмотр почему эти машины до сих пор продажи если на них ездит только бандиты где логика бандиты на этих машинах давно не ездит и в основном на них ездили только охранники почему смотрите во первых простые бандюги не могли себе позволить эту машину а те кто могли позволить себе гелендваген они никогда на нем не ездили потому что он жесткий потому что он без дизайна потому что он он не лакшери он да крутой брутальный типа дорогой но не лакшери как же вам объяснить это просто грубый жесткий внедорожник это это не стиль это не мода хотя сейчас он модный я веду он по плавности хода он никому ничем ничего не покажет а здесь написано g63 мг но это не жизнь не g63 мг вот g500 это ладно давайте дальше насчет проходимости не знаю на по внедорожью оффро на этих машинах никто не ездит потому что они типа блатные парни они боятся заезжать на внедорожье и так далее и тому подобное мне почему то кажется что x5m натянет mercedes вот этот по внедорожью но я не знаю и когда вы едете на большие скорости на максимальной объезжаете препятствие огромная вероятность того что он перевернется а если он перевернется сбоку с бочины положить его обратно на колеса это очень сложная задача при ударе конечно он не улетает потому что автомобиль сам по себе тяжелый но если он улетит то на колеса его будет очень сложно поставить очень огромная парусность очень бесит то что их много каждый считает что он купить себе гелендваген он будет индивидуальным он его покупает подъезжать на светофор и за него стоят 4 точно таких же гелендвагена они различаются у нас только номером они даже цветом не различаются они одинаково у нас на сервере все черные и каждый из этих владельцев в кавычках крутых гелендвагенов считает что он крутой хотя блин я не знаю чуваки у меня к этой машине никогда не было никакого там интереса и так далее и тому подобное если вы считаете что крутые что квадратные формы это круто и так далее и тому подобное хаммер альтернатива хаммер почему хаммер вам не нравится почему вы не ставите замену на хаммера хаммер тоже крутой дорогой большой квадратный внедорожник тоже почему а потому что просто стадный инстинкт это это мода это в принципе нормально я понимаю смотрите он едет 110 километров в час раньше он натянет с места как нечего делать по управлению раньше его натянет ой-ой-ой вот этого я сейчас не хотел делать по управлению раньше его натянет просто как нечего делать по скорости он его натянет по внедорожью он его натянет но он дешевле он красивее он новее он более блин он более приятное управление нежели вот это вот я не знаю парни это уже решать конечно вам покупать или нет я не могу советовать его никому если я вхожу в поворот на скорости на его максимальной скорости маленький поворот и он уже вот так вот откорениться, о какой езде можно говорить, по внедорожью он просто упадет на пыль и все, все, давайте попробуем подъехать на заправочку аккуратненько, еще тут написано где-то, что это AMG V8, чуваки, G500 был V8, это я не знаю, честно, блин, мне по барабану, мне в принципе, ну, если вот так вот быть откровенным, в принципе, мне похрен на эту машину, в натуре, вот мне что есть эти елики, что нету, лучше, конечно, если ввели уже хамеры, хамеры мне нравятся намного больше, вот даже так хотел приблизить, посмотрите назад, просто УАЗ, блин, УАЗ, ё-моё, это просто немецкий УАЗик, еще вот пишут, а, это с рождения, там, Лухури, Лухури, какой Лухури, это был военный внедорожник двухдверный, двухдверный, кстати, серьезно он был, я не знаю, ребят, пройдет мода и забудут этот автомобиль, как просто, ну, я не знаю, его просто забудут, просто забудут, 600-й Мерседес, мода на него прошла, согласен, он уже не модный, он большой, он громоздкий, он дорогой в обслуживании, он дорогой сам по себе, мода на него прошла, но автомобиль легендарный сам по себе, по факту, он такой есть, он таким и является, да, на нем уже тоже не ездят бандюги, но он уже как классика, Елендваген, модная машина, несомненно, модная, дорогая машина, где-то там брутальная, ну, в какой-то степени, и где ее репутация, я что-то вот не чувствую этого, что, знаете, говорят, ой, ты этим машинам боятся там по сигнале, так кто боится, е-мое, на меня вот такой колонна будет ехать Елендвагенов, я на Рен-Жи на встречку, выйду мне по барабану, и вот вы говорите, да, бандюги на них ездят, не ездят, ребят, смотрите, даже вот, я, по-моему, ехал на Рен-Жи, меня подрезал Елендваген, подрезал и дальше поехал, по барабану, ехал я, подрезал девятку, туда вышел чувак и расстрелял на меня всю машину, такое было, серьезно, и какие бандиты, блин, гелики, ах, блин, как же мне это надоело, парни, у меня уже просто, знаете, у меня уже нет сил, у меня так бомбит, что каждый считает эту машину крутой, брутальной, вон, они ездят, их как говна просто на сервере, но машина ни о чем, вообще, неинтересная, скучная, неуправляемая, дорогая, небыстрая, давайте попробуем ее на Афроиде, чтобы полностью уже поставить эту машину на место, дизайна у нее нет, она не едет, она не управляется, я не знаю, что вы вообще нашли в этой машине, если вы считаете, что вы купили эту машину, задонатили 500 рублей, поставили блат номера и вы крутые, блин, вас оборжать можно, как лоха, я вам отвечаю, если вы реально покупаете елик, окей, потом покупаете блатные номера за реальные деньги и считаете, что вы выделяетесь, среди 300 геликов у вас будет номер там, например, ну по своему примеру, 3 четверки, вы думаете, вы будете блатной? Нет, вы таким не будете, вот знаете, каждого думает, ну не каждый, но я знаю, люди думают, купил гелик, купил блатные номера и все будут знать, что это мой гелик, я не знаю ни одного гелика на блатных номерах, который знает пол сервера, я пошел, купил рейндж ровер без доната, без капли доната, заработал на него, поставил на него обычные номера и вытащил его с обычного рейнджа в легенду, с других серверов делали точно такой же рейндж и ставили примерно такие же номера, только уже за донат, просто для того, чтобы он был похож на моего, вот это называется легендарная машина, я вытащил его, а вот то, что черный гелик будет с номерами там 3 семерки или 3 четверки, это не блат, ребят, я считаю так, машину легендарную нужно делать со своего примера, покупайте 99, делайте с нее топ, ее все знают, вот это легенда, покупайте рейндж, делайте с него топ, его знают все, легенда, но то, что 300 гелендвагенов ездят на сервере, все черные и у кого-то там покруче номера, у кого-то похуже и вы думаете, что вау, круто, меня будут все знать, это далеко не так, парни, но это далеко не так, не обманывайте себя, ну, единственный плюс этой машины, то, что это Мерседес, убрать значок Мерседеса на этой машине, это уничтожить эту машину просто в дребезги, я вам серьезно говорю, давайте попробуем это автомобиль строения на внедорожье, чуваки, вы вообще видите, что сейчас происходит, ладно, окей, это только начало, поехали дальше, окей, вы видели, да, что сейчас произошло, он просто ударился клювом, ладно, чуваки, я просто, ну, не знаю, что вам говорить, давайте без, ой, дизайк отписка, обосрал мою любимую машину, там, это все, машина, ну, сама по себе она никакая, просто никакая, и вы вот мне будете рассказывать, что Лексус не тащит, вы что орете, ладно, давайте по грунтовочке попробуем, и еще там был у меня видос, этот, X5, тест-драйв на внедорожье, короче, X5 на оффроиде, сравните потом с вот этим вот, Гелендвагеном на оффроиде, ну, кстати, в колее он чувствует себя нормально, но вот у меня такое, знаете, вот чувство, я вот еду и думаю, блин, если сейчас мы перевернемся, у меня ремки нету, вот о чем я думаю, просто, ну, блин, догнать вас, если вы типа бандюга, догнать вас на Гелендея, заломать, скрутить, это проще некуда, потому что 110 км в час, это не преграда никому, и вы перевернетесь в любом повороте, дабы вас немного бортанут и подрежут, выйдем из колеи или нет, смотрите, вы видите, что происходит, вы видите, это я просто выехал из колеи, просто выехал из колеи, ребят, это, это ни о чем, это ни о чем, парусность у него просто ужасная, я не знаю, если бы у меня был шанс какой-то, я бы поставил сюда и мильку, почему елик, ребят, смотрите, ну, тут психология простая, я вам сейчас расскажу, если вы еще это смотрите, если вас не пригорело, они побежали тушить свой пукан, вот, администрация вводит Гелендвагены, потому что знает, что они модные, ставят на них большую цену, потому что знает, что недалеко не все ее купят, но все его хотят, люди донатят и покупают эту машину, админам плюс и людям тоже плюс, в принципе, тут все простенько, стоил бы он там чуть подешевле, тоже разгребали, это просто мода, вышел сериал, подловили моду, поехали и так далее и тому подобное, ездил бы он на ренже, все бы любили ренж, ребят, это, ну, это, это стереотипы, никогда не был Гелендваген машиной крутых там шишек и так далее и тому подобное, никогда именно на нем не ездили суперкрутые бандюганы, от которых зависела история Российской Федерации или Украины или Беларуси, не было в истории никогда такого и уже не будет, то есть вы сейчас видели, да, как я рельсы переехал, вы тоже это видели? Я вот тоже это заметил, вот вы почувствовали вот то, что у него в крови внедорожье где-то, да, вот глубоко сидит, почувствовали? Не? Вот я тоже, а это внедорожник за 2,5 миллиона и вы в следующий раз, когда будете покупать, вот посмотрите это видео и подумайте, ребят, рельсы почти на максимальной скорости, хорошо проехал, окей, не будем придираться, привод, давайте проверим, тормозит хорошо под горочку. Слушайте, а буксу это так хорошо, он тяжелый, кстати, из-за этого тяжелый, парусный, здоровый, неповоротливый, но типа крутой. Ребят, вот таких крутых на сервере у нас каждый второй, только что-то они не бандиты, не хулиганстеры, там никто, просто чувак купил гелик и считает, что он крутой. Есть, ребят, есть люди, которые, вот им просто нравится Гелендваген, не потому что он крутой, не потому что он модный, а потому что он просто нравится человеку. Тут у меня к вам вопросов нет, но если покупать его тупо ради того, чтобы типа как-то выделиться, блин, это просто фейл. И вот когда, знаете, вот мне пишут типа подписчики там, ой, я купил Гелендваген, знаете, что я ему отвечаю? Вот кто покупал Гелендваген и писал мне в личку, все знают, что я отвечаю. Сочувствую, просто, ну действительно. Вот мы едем, он вот так вот прыгает, да, он как бы мягкий. Из-за этого и есть парусность огромная. Ну просто, ну что это? Ну что, блин? Это 2,5 миллиона стоит? Я просто в шоке. У меня просто нет слов. Ну насколько вот машина ужасная? Просто жесть. Давайте не бомбите, сейчас, знаете, если вы понаставите больше дизлайков, это даже будет мне в плюс. Знаете почему? А смотрите, вот если я прав, значит дизлайков здесь будет дохренище, потому что все любят гелик, а он по факту говно, и я его поставил на место, и вы такие, хм, блин, он обозрал мою любимую машину. И хоба дизлайки, я буду видеть, сколько вот таких вот типа блатных чувачков любят Гелендваген и на нем ездят. Ладно, поехали. Нитро, понятное дело, здесь нету, кто... Ой-ой-ой-ой-ой, кто его будет сюда ставить? Смотрите, он просто падает. Давай-давай, выезжай, выезжай. О, молодец, дрючок, выехал. Он как бы типа где-то проходимый, но сейчас мы это проверим. Если он тут встанет, ребята, это будет уже... Это уже будет, конечно, край. Будет последняя капля. Ну, поехали. Рейндж здесь проходил без проблем. Через воду едет хорошо. Помните, где Х5 у нас стал? Твою мать. Помните, где у нас Х5 стал? Давайте попробуем. Если он здесь проедет, плюс по внедорожью он получит. Если нет, досвидули. Проезжает, молодец. Несомненно, плюс, конечно же, Х5 у нас там вставал. Рейндж у нас тоже вставал из-за того, что он пониже, нежели вот этот вот дрючок. Ну, в принципе, да. По внедорожью он прет нормально, если только не переворачивается. Если гелик поехал, у вас уже день удался. Потому что... Ну, потому что... Ну, смотрите, по внедорожью, да. Гелик валит. Чувак, нет, не валит. Вот, по внедорожью, соглашусь. По воде вот, по глубоким впадинам вот таким вот едет. Несомненно, едет. Если вы там не перевернетесь, то ехать он будет хорошо. Серьезно. Окей. Смотрите, давайте перечислим минусы и плюсы, и на этом сделаем вывод. Первое. Огромная цена. Здесь, соглашайтесь вы или нет, цена, несомненно, огромная. Нихера себе, твою мать, как его колбасит. Здесь, несомненно, цена огромная. Минус. Второе. Дизайн. Никакого дизайна. Просто конченый обрубан. Просто обрубан. Никакого дизайна. Это второй был минус. Третий минус. Это управление. Управление у него ужасное. Он просто очень сильно парусный. Он переворачивается. Он просто ужасно управляется. Четвертый минус. Скорость. Он едет 110 км в час. Так же, как и 99-ая. То есть, вас любой таз натянет. Даже с нейтера на светофоре вас любой таз натянет. Вы платите на 2 миллиона больше, нежели человек на тазу, и он вас просто унижает на светофоре. Это четвертый минус. Все. Четыре минуса. Вот так вот. Четыре к одному, ребят. Это конкретно лажа. Это конкретный минус. Он никогда не был престижным автомобилем. Он был дорогим. Но никогда не был лакшери автомобилем. Он никогда не будет гоночным. Хотя он неплохо едет. АМГшно. Но сейчас речь за G500. Это старый автомобиль. Это старый кузовной автомобиль. Вот вы, например, не любите русские машины. Вы жалуетесь. Ой, они старые. Семерка и пятерка. Ничем не отличаются. А чем отличаются G500 и G63 AMG? Чем? Кроме двигателя, например. Семерка и пятерка тоже двигателем отличаются. Тройка и шестерка тоже. Поэтому, в первую очередь, лицемеры подобного рода, думайте то, что сразу, в первую очередь, о своих Гелендбаггинах, которые 40 лет не менялись. Которые, как и были ужасными по дизайну, так и остались. Какие были по техническим характеристикам ужасные, так и остались, кроме двигателя. Вот. И все. Здесь все, ребят. Для тех, кто не любит гелики, те поймут меня. И я давно хотел выразить свою точку зрения по поводу этого автомобиля. Потому что, только не зайди к любому ютуберу, типа, с КРМП, Амазинга, на канал. Они все ездят на геликах. Все блатные. У них много денег. Они такие крутые. Они прямо такие индивидуальные. Хотя, все ездят на геликах. Просто все. И каждый, знаете, вот такая вот фишка. Я вот почему не боюсь пилить этот тест и вылаживать на канал. Потому что у меня есть свое мнение. Потому что я его пускаю в народ. А там вы уже разбираетесь. Вот. А те боятся. Вот и мне нравится гелик. И они такие. Ой-ой-ой, гелик хорошая машинка, гелик все тупо. Вам нравится гелик? Он к вам подлизался. Вы лайк поставили. Он говорит, тю-тю-тю. Поезжу на гелике. Хоть он и говно. Хоть я сам себя поунижаю. Но зато типа блатной. Там это все. Никто меня никогда не распустит. Все мы таких вас знаем. В кавычках блатных. Поэтому не надо мне здесь рассказывать. Единственный плюс. Это внедорожные характеристики. И то, когда я пытался из калии выехать, он тупо переворачивался. Когда заезжал на горку, он тупо бился клювом. Только на воде он себя хорошо показал. Но у нас там одна яма с водой. А в основном у нас трасса, город. И когда перед тобой препятствие, ты его объезжаешь. И начинаешь вот так вот кочегарить. Это, чуваки, это просто трэш. Конечно, при ДТП хорошо он держится, потому что он тяжелый. Ну, а в принципе, ну, машина ни о чем. Машина ни о чем. Не могу вам советовать. Машина ужасная. Давайте так. Из 10 баллов в машине можно поставить четверку от силы. От силы, чуваки. Четверка от силы. Рейнджу десятку. Этому четверку. Вот так вот. Конкурент ему, конечно же, это у нас рейндж ровер. Да и все вроде бы. Вроде бы только рейндж ровер. Блин, моя бестия пропала. Ну, ладно. Вот, вроде бы только рейндж ровер. Ну, вот так вот, ребят, все. Я вам показал, вроде рассказал свою точку зрения. Машина неинтересная, скучная, убогая. Вообще никакая. Мне не нравится. Я бы минусы перечислил. Покупать или нет, это дело ваше. Мое мнение, я вам его не советую, мне он не нравится. Он некрасивый, он плохо едет, он плохо управляется, он дорогой и так далее и тому подобное. Минусов здесь много. Это просто я на нем поездил 20 минут и уже рассказал вам все про эту машину. Если бы она у меня была в пользование около недели, я бы вам столько всего рассказал, что вы бы охерели просто. Машина мне не понравилась. Если кому-то нравится, ради бога, покупайте, катайтесь, все. Ваше дело поставить лайк, если вы согласны с этим мнением, дизлайк, если не согласны, а также написать свои комментарии под этим видео. Вот, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, найдутся какие-то люди с таким же похожим мнением. Спасибо вот этому Максиму за то, что предоставил сарай на время теста. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в официальную группу, во Вконтакте ссылка в описании. Также там есть мой твиттер, мой инстаграм, тоже можете подписываться. И не забудьте посмотреть предыдущие видеозаписи, стал Крызово-Приптим в зоне чуждения и влог на крыше. Ждите новых видеороликов, это был тест-драйв на Mercedes G500 Гелендваген. Всем спасибо, всем огромной удачи, всем мир, до скорых встреч, пока-пока, еще увидимся.